Заходим в холл отеля этаж L. Вновь прибывшие туристы. 4 мая вместе с нами в этот день прибыло 90 человек. Отель сейчас заполнен не только россиянами на майские праздники. Отель многонациональный. Холл красивый, здесь свежо, уютно. В номер нас, например, заселили не сразу, нужно было подождать, пока подготовят номер, не было свободных. Можно здесь выпить прохладительные напитки и что-то перекусить. Слева рецепшн, там работает несколько человек, все знают русский язык. Справа сидит русскоговорящая девушка, работает она полтора часа в день с 13 до 14.30. Здесь ведется запись на ресторан а-ля карт. Бесплатно вы можете посетить один раз за свой приезд ресторан а-ля карт. Вещи так и стоят. Я не вижу здесь отдельного помещения для чемоданов. Мы свой чемодан тоже оставляли здесь при заселении, в отель. Холл очень большой, так как нам не всегда везет с погодой. Вечерняя анимация вчера проходила здесь. А вообще на улице есть амфитеатр. Но это нельзя назвать амфитеатром, а сцена. Сцена и столики со стульчиками. Вот это все лобби, этаж L. Корпуса между собой соединены этажом L и нижним этажом R. Чтобы попасть к себе в номер, нужно знать, в каком корпусе живете, и зайти в нужный лифт. Многие путаются, мы в первый день тоже ошибались. Заходили не в тот лифт и приезжали не туда. Здесь в лобби работает бар. Алкогольные и безалкогольные напитки. Для тех, кто не знает состав напитка, например, для меня. Я могу даже подойти и почитать состав напитка. Вот, пожалуйста. Как выглядит американо, из чего состоит мохито и так далее. Менеджмент отеля. Фотографии. Так, здесь же на этом этаже расположена большая терраса. Открытая терраса. Сейчас выйдем, посмотрим на нее. Много кресел и столиков на террасе. И вот, сразу отсюда нам открывается внутренний двор, внутренняя территория отеля. Так, смотрим. Слева, внизу, это главный ресторан. Его часть, которая расположена на улице. Бассейн. Бассейн. Большой бассейн. Шезлонги вокруг бассейна. Мостик. Вот там, дальше налево, выход из отеля и дорога на пляж. Там же стоит автобус. Каждые полчаса этот автобус курсирует на пляж и обратно. Прямо перед нами бар. Бар с напитками. Дальше с надписью Sensitive Premium. Это амфитеатр. А чуть правее, снэк-бар. Там тоже можно полноценно покушать, пообедать. А на втором этаже мороженое с 15 до 17 часов. Также снэк-бар, лепешки-гезлеме и мороженое можно поесть на пляже. Вот такая небольшая уютная территория. Дальше за забором частный сектор. Поселок Богасгент. Здесь же в лобби можно попить чайку со сладостями, с вкусняшками разными. Работает с 11 до 12 и 30 и с 14 до 17 и 30. Здесь же в первый день после приезда вас позовут на встречу с гидом. Для этого места здесь тоже предостаточно. Вот смотрите, это территория с горками, которую я вам показывала со стороны входа в отель. Вот я ее вам показываю изнутри. А вот эта дверь слева, это вход в теплый бассейн, подогреваемый в спа-зоне. И там же находится все необходимое, и спортзал, и душевые, и туалеты, и раздевалки с кабинками. Вот здесь у нас была встреча с гидом. Нас было очень много, но ничего, место позволяло нам всем разместиться. И вот здесь вот гиды Анакс Тура встречаются с туристами, предлагают, продают им экскурсии. А дальше вот эта раздвижная дверь, она уже ведет к лифтам в разные блоки. Туалеты есть на R этаже, на L этаже. В туалетах всегда чисто, аккуратно. Никаких вопросов. Свет в кабинках зажигается на движение. На нижнем этаже R этаж находится основной ресторан, магазины, рестораны а-ля карт. Здесь три ресторана а-ля карт. Рыбный, османский и итальянский. Один раз за время отдыха можно заказать себе бесплатно ужин в ресторане. Здесь же на R этаже, нижнем этаже, находится спа-зона. Здесь мы получаем полотенца. Вам предложат разнообразные платные услуги, скраб, пенный массаж и так далее. Так, здесь же находится теплый бассейн. Вот сейчас в начале мая мы ежедневно и плаваем в этом теплом бассейне. А также спортзал. Вот здесь мужская и женская раздевалки. Здесь душевые, здесь кабинки, камеры хранения, душевые. Так, дальше. Душевые, туалеты. И сейчас покажу вам теплый бассейн. Он достаточно большой. Глубина 140 см. Водичка теплая в нем. 28 градусов тепла. Здесь очень тепло. Здесь тоже есть шезлонги. Вот бассейн. Человек практически постоянно здесь находится, который соблюдает, так сказать, наблюдает за соблюдением порядка. Здесь спасатель. Бассейн для малышей. И заглянем сейчас в спортзал. С 8 до 19 работает фитнес-зал. И с 8 до 19 также работает бассейн. Покажу вам, какие здесь есть тренажеры. Мы его не посещаем. Много времени проводим на прогулках, на пеших прогулках. Никогда этот спортзал не пустует. Всегда люди занимаются. Подниматься можно как на лифтах, так же и по лестницам. Напоминаю, надо знать, в каком блоке живешь и зайти в соответствующий лифт. Лифты скоростные, бесшумные, удобные, внесительные. Вот я приехала на свой четвертый этаж. Лифт тут скоростной, бесшумный. Получается, в нашем Д-блоке на этаже номера 4, 4, 18, 4, 4, 02. Также можно ходить и по лестнице. Лестница вот за этой дверью. Иногда мы прогуливаемся пешком. Шумоизоляция здесь плохая. То есть слышно, как идет телевизор в соседнем номере. Там шумит вода. Все это слышно. Сам отель 2016 года постройки. Но вот уже видно, фасад у него довольно-таки уставший. Есть такая отколовшаяся штукатурка во многих местах. Уже заделанные трещины по фасаду. То есть, казалось бы, хотелось бы и казалось, что отель должен выглядеть 2016 года как-то поновее. Вернувшись домой, я напишу отзыв об этом отеле с фотографиями на сайте Отзовик. И хочу сказать, что отзыв у меня будет положительный. Практически одни плюсы я вижу в этом отеле. То, что нам не повезло с погодой. То, что мы приехали в начале мая и почти все время замерзали здесь. Это не относится никаким образом к отелю Сенситив Премиум. Это наша проблема, что мы забронировали поездку в такое раннее время, в начале мая. Вот сегодня 10 мая. Мне прохладно, свежо. Плюс 21 градус. Солнце за облаками. И такой прохладно-свежий ветерок. То есть, мне даже как-то не хочется идти к морю. Я планирую пройтись, прогуляться по поселку Багазгент. Пройтись по торговым точкам, которые здесь, вокруг отеля. Вот. Здесь все хорошо. Кому интересно, читайте мой отзыв на царинки.